Здравствуйте, Ениса Нурлейна. Здравствуйте. У нас, ребят, обычное утро. Деревенское утро. Это с чем пирог? Это с грибами с капустой. Это у нас пицца с халяльной колбасой и сладкий пирог с яблоками. Ребят, всем привет! Рад видеть вас на канале Деревенщина. Сегодня у нас выходной, воскресенье, 24 апреля. И только сегодня, из-за того, что весна у нас нынче была запоздалая, мы выехали на первый сбор березового сока. А сегодня у нас ночью был, по-моему, последний минус. Дальше синоптики уже обещают температуру плюсовую по ночам. Сейчас найдем березки здесь, рядышком, прямо у поля, и выставим. Видимо, я пришел на то же место, где в прошлом году выставлялся. Здесь вот видно чопик забитый. Грязь, естественно, которую я замазывал, уже всю смыло. Сейчас где-то здесь же, хотел сказать, просверлимся. Шуруповерт у меня сломался, так что мы по старинке гвоздь, либо отверт. И молоточек. Вижу уже, как сок брызжет. В прошлом году, наверное, в это время мы уже закончили собирать сок. Вот видно, как он капает. Сейчас сюда тряпочку и эту тряпочку в бутылочку. Уже закапал. Ну все, сейчас бутылочку привяжу к дереву и оставим до вечера. Вечером приедем с проверочкой. Сейчас еще 2-2 бутыля поставлю еще на 2-х других березов. И поедем дальше отдыхать. Третья бутыль тоже установлен. Давайте сейчас с вами доедем до речки. Взял на всякий случай с собой удочку. Скорее всего, уже лед на речке подтаял. Попробуем заодно открыть сезон рыбалки по открытой воде. На речке у нас сегодня просто красота, погодка шепчет. Солнышко начинает уже теплеть. Вода, я вижу, уже начинает светлеть. Снег уже практически весь сошел с полей. В общем, клюет у нас здесь галавль, но очень редко. Но зато очень часто попадается сибирский пескарь. Сам не поем, да курей накормлю. Метров 300 уже от дороги прошел. Не могу пока нащупать, где у нас рыба. Хотя она здесь везде должна быть. Возможно, рановато еще. Ну, вроде вода уже светлая. Сейчас еще несколько запросов сделаю. И на этом, наверное, мы сегодняшнюю рыбалку на удочку закончим. Ну что ж, рыбалочка не удалась, по крайней мере, сегодня. Иду обратно к автомобилю и даже в выходной день приходится работать. Но не оставишь же вот это здесь, заберем с собой. Ребята, в этом году так совпало, что 23 февраля, в день защитника, мне на почту пришло письмо от интернет-магазина Мир Магнитов с предложением о сотрудничестве. И уже на 41-й день моего рождения я получил уведомление, что магнит не отправлен. А сейчас попробуем его расколдовать. мост у нас прямо здесь же, в деревне. опа. Интересно, почему я его так почувствовал, вроде мелочь какая-то. Ребят, вешалка что ли какая-то? Ну что ж, расколдовали магнит. Слушайте, ну по-моему посильнее там был зацеп. Не знаю, может ветки, конечно. Давайте еще раз попробуем. Сила сцепления магнита у нас 120 килограмм. Тут вообще какой-то водоворот. Как-то он дальше у меня не проходит. Ага, пошел. Поэтому довольно крупные находки, конечно, на него не возьмешь. Но, тем не менее, после первой находки есть какой-то азарт, друзья. Хорошее дополнение для поисковика данный магнит. Так, пока ничего. Но интересно, что с первого раза нам повезло с первой рыбалки. Сейчас будем его постоянно брать с собой на коп металлолома. Если будут попадаться мосты, будем пробовать. На данный момент у нас с завтрашнего дня начинается нерестовый запрет. Поэтому пока что у нас возможность будет только рыбачить на магнит с мостов. А уже после 5 июня выйдем на воду. Больше всего, конечно, меня интересуют озера. Есть интересные места, которые мы с вами проверим летом. Так, сейчас еще с той стороны попробую. Сейчас не пойму. Но ветка вряд ли бы у нас попалась. Еще какой-то пруток. Слушайте, это надфиль. Скорее всего. Сейчас покажу вам его поближе. Да, ребят, это надфиль. Скорее всего, был круглый. Ну вот, видно по этой пике. Да, это был круглый надфиль. У нас вторая находка. И все, кстати, обе с левого края. Попробуем еще там покидать. Прям, ребят, с первого заброса что-то зацепил. Причем включился уже после того, как зацепил. Так что, верить придется вам, друзья, на слово. Вы знаете, что это петля, скорее всего. Да, вот смотрите, есть сварочка. Вместо сварки. Есть отверстие глухое. Да, это была петля. Может, вторую часть найдем. Давайте сразу вместе с вами затянем. Причем вот эта петля уже, не знаю, сколько она, грамм. 250-300. Ее я уже сразу почувствовал. Так, еще есть, ребят, еще есть. Ну, это просто какая-то пластина. Давайте еще раз. Сразу сюда же. Еще. Обалдеть. А, это, ребят, от Провод. Как же он называется-то? Не помню. В общем, здесь медь. Карбак, по-моему, в простонародье. Вон там вот видно. Покажите, пожалуйста. Не знаю, вам видно или нет. Валяются вот эти вот кабеля. Скорее всего, кто-то разбирал здесь. Наметят все. Давайте еще раз туда же. Нет, показалось. Возьмем чуть глубже. Ладно, ребят, еще несколько раз кину. Если что-то будет, включусь. Так, ребят, что-то вот здесь цепляется, но не могу я его вытащить. Я его уже приподнял было. Сошел. Во. Эх. Нет, это не то было. Так, передаем камеру оператору. Это какая-то проволока. Там было что-то пообъемнее. Она чувствовалась. Попытаюсь я ее сейчас нащупать, если получится зацепить. Нет, как-то не получается. Может, чуть-чуть дальше ее снесло течением или нет. Попробую еще, ребят, если что, включимся. С этой стороны, конечно, друзья, не так удобно, как с другой. Здесь течение в другую сторону. Ну, попытаемся что-то, что-нибудь и здесь словить. С этой стороны, друзья, как-то не камильфо. Всего лишь одна какая-то ржавая жестяночка. Так, конечно же, односторонний магнит, он ограничивает его возможности. Потому что возможно его кидать только с мостов или с лодки. Но, тем не менее, как я уже сказал, наличие магнита в арсенале искателя увеличивает его возможности. То есть наши возможности. Ссылочку на интернет-магазин Мир Магнитов оставлю в описании к данному видео. Также закреплю в комментарии. Знаете, уже охота, в принципе, на другой мост переехать. Азарт появился, если честно. Но надо ехать домой, заниматься уборкой. Уборка территории. Все-таки выходные. Последний день. Все, едем домой. А под вечер уже поедем за соком. Время 6 вечера. Довольно хорошо сегодня за день подтаяла. Температура поднималась почти до 20 градусов. Так, у нас первый бутыль. Здесь немножко мимо течь начинала. Набежала немного. И какая-то мутноватая. Довольно мутная. Сейчас продегустируем мы ее. Первая дегустация сока в этом году. Вот такой, немного сладковатый. Вкус, кстати, приятный. Оставим еще на ночь. Сейчас это перелью. И пойдем проверять следующее. Здесь еще меньше. Ну, возможно, мы уже немного опоздали, конечно. Ну, проехать еще не было возможности. Это, во-первых. А, во-вторых, по ночам еще до минус 4 доходило. Этот менее сладкий. Ну, свежий. У оператора я вам смотрю, уже слюнки бегут. Оставим оператору. Так, это тоже перелью в банку. С третьей перелью сюда же. Там тоже светлое и тоже немного. Оставим еще на один день. И завтра уже мы это все запечатаем. И переставимся на другие березы. На этом, ребята, все. Вот так вот прошел выходной у деревенщины. Как всегда, всем удачи, здоровья, мирного неба над головой. Всем пока.